Добрый вечер, сегодня понедельник, как всегда в эфире телеканал Семей, программа «Диалог». Сегодня мы хотим поговорить о такой интересной теме, как бездолговое общество. В своем послании президент страны Касанжумат Кемельевич Такаев отдельно выделил направление, помимо того, что увеличить благосостояние граждан, но и как-то сократить долговую нагрузку населения. Одним из действенных средств, которое было введено в нашей стране в этом году, является процедура банкротства. Сегодня у меня в гостях руководитель отдела реабилитации и банкротства Департамента государственных доходов по области Абай, Еркен Еркенович Сунгат. Добрый вечер, здравствуйте. Мы с вами встречались буквально в конце февраля этого года. Мы как раз говорили о том, что будет из себя происходить. Тогда еще, по-моему, не ввели даже эту процедуру, только-только было. Давайте повторим о том, что такое процедура банкротства, потому что многие жители нашего города, и не только, будут, глядя на эту программу и на прошлое, и вообще, слыша процедуру банкротства, считают, что это панацея от всех долгов. Вот я сейчас спешу все долги, объявлю себя банкротом и с чистого листа начну новую жизнь. В виде акции. Да, это не так, да, на самом деле? Нет, не так. Расскажите, пожалуйста, что это за процедура, как ее запустить и кто может иметь возможность? Для начала, вы сами все знаете, в прошлом году, в 26 октября, буквально, глава государства на общеностановлении в республиканском штабе анонсировал о запуске, о проекте, законопроекта о банкротстве физических лиц. И данный закон 30 декабря был подписан. Насколько я знаю, до этого существовало банкротство только юридические фирмы, когда можно объявить банкротом и так далее, а сейчас физические лица. Сейчас физические лица. Отдельный закон. Отдельный закон. Потом, далее, 30 декабря, указом главы государства данный закон был принят, подписан. С 3 марта уже последующий органам государственных доходов уже стартовал прием документов, прием заявлений путем электронного подачи на применение внесудебного банкротства. И по сегодняшний день продолжается данная процедура. Что такое внесудебное? Я так понимаю, их там несколько видов, да? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Так как органы государственных доходов являются полномышленными органами в сфере обязательства банкротства, и внесудебное банкротство относятся к органам государственных доходов. Что такое внесудебное банкротство? Здесь одним из основных критерий – это лимит, пороговая сумма значений. Получается, 1600 мрп – это на сегодняшний день 5 млн 520 тысяч тенгей. Не должно превышать. Не превышает долги вот эту сумму, то можно… Да, да, да. Это внесудебное банкротство. А если превышает, это уже судебное банкротство, судебная порядка будет. То есть, когда ты должен больше, значит, тут уже через суд будет решаться, как вернуть эти деньги и так далее. А если меньше, человек, который объявлен банкротом, он должен как-то возвращать эти суммы? Или банкрот и все, свободен? Нет, оно подлежит списанию. Единственный момент – это внесудебное банкротство только относится БВУ, банк 2 уровня микрофинансовая организация и коллекция агентства. А иные задолженности, где по гражданским правовым актам, перед физическими лицами, алименты, они не подлежат списанию. Ну, давайте так. То есть, основная масса населения нашей страны, насколько я знаю, и по словам самого президента, что мы все находимся в кредитах. Закредитованность, да? То есть, кредиты на потребительские нужды, кредиты на автомобиль, ипотеку и прочее. Потребительские дели, да. И, соответственно, когда вот количество этих кредитов накапливается, человек вдруг теряет работу, да, например, по каким-то обстоятельствам, не может выплачивать, и у него вот этот долг тянется за ним. Да, 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 с какого-то времени, да? То есть, это же не так, что я вот сегодня, допустим, набрал кредитов, потом говорю, а, давайте-ка я банкротом себе объявлю, и все спишут с меня кредит. Такого не бывает, да? Там есть условия свои, там, определенные. Например, с момента просрочки должно пройти 12 месяцев. В год, соответственно, да? Да, да, да. То есть, когда человек в течение года не платит и не может оплатить, да? Ну и, соответственно, его заработный доход не должен превышать, да, там, какую-то сумму? Нет, нету такого строительства. Нету, да? То есть, неважно, может человек работать, зарабатывать. Самый закон называется восстановление платежеспособности. Наоборот, это для снижения долговой нагрузки населенный закон, чтобы граждане больше зарабатывали, зарплату получали, при этом, чтобы свои, как сказать, финансовые положения отрегулировали эту возможность. Ну, не все так просто, да? Все равно, то есть, это влечет. Да, и свои последствия, да, с собой тают. Например? Ну, например, опять же, это получение кредита. То есть, если вы объявили себя банкутом, то... С момента банкута, да, в течение пяти лет, там, вы не имеете, не вправе получить кредит, вам не одобрят. Ну, это законный проект, а у банка свои политики, банк тоже могут более срок давать. А, то есть, банки могут еще продлить это? Да, да, да. Потому что банк же рассматривает заявление. Потом финансовый мониторинг, у нас три года будет проверяться банкрот на предмет имущества, образования. То есть, если в течение этих трех лет... Да, например, признали банкротом, да, потом в течение трех лет мы будем проверять, если вдруг у банкрота появился имущество какое-нибудь, там, двежим, недвижим имущество, банкрот, потом, к банкроту, получается, у органов по заходу могут возникнуть вопросы, откуда, да. И потом приходится объяснять, ну, всякое бывает, что, например, наследство, дарственное, там, это все потом рассматривается уже в ходе финансового мониторинга. То есть, в течение трех лет человек находится под надзором, так скажем. Это мы говорим о внесудебном банкротстве. А какие еще виды банкротства предусматриваются? Есть судебные банкротства, это судебные порядки. Но это, наверное, уже не столько для населения. Судебные банкротства привилегают в том, что при судебном банкротстве вы можете уже себе включить иные задолженности. Я, как выше, отметил, если внесудебный банкротство, относятся только перед банками или микрофинансовыми организациями, коллекторами. А здесь вы можете по иным гражданским правовым задолженностям, в том числе перед физическими лицами, перед тошками, алиментами, так называемыми. Но здесь тоже, да, в принципе, процедура проходит так же. Да. По сути. И третий вид? Третий вид – это восстановление платежеспособности. Здесь в основном платежеспособности это в судебном порядке дает возможность рассрочить задолженность до пяти лет. И данному должнику не будет представиться статус банкрот, и все последствия, которые законом указаны после банкротства, не распространяются. Мне кажется, это самое оптимальное. Да, это самое оптимальное. Потому что последствия не распространяются, и у вас не будет статус банкрот, и вам еще дадут возможность... И кредитная история будет нормальная, да? Ну... Или это опять же банк решает? Все понятно. Ну, я слышал, что многие банки дают каникулы, например, вот в связи с пандемией было решение такое, что, например, вот кто лишился работы, они говорили, что давайте мы в течение там... Ну, банки идут на встречу, потому что приходят письмами, когда на предмет вложен документ, там же есть же один из вариантов, это вложение документов, урегулирующихся с банком. Мы там открываем, смотрим, иногда банки на встречу идут, они согласны, уступают. Ну, главное, чтобы деньги вернули, в принципе. Все понятно. А какие документы, и кто может претендовать на процедуру банкротства? Ну, давайте не будем о судебном попозже, а вот банкротство и восстановление. Да, который к нам относится. Реабилитация. Вне судебного банкротства, это да. Ну, данной процедурой может воспользоваться любой гражданин Казахстана. Конечно, по кредитам, опять же, повторюсь, перед банками второго уровня, МФОшками и микрофинансовыми организациями, и коллекционными организациями, и которые долговая нагрузка уже увеличена. И должником не был погашен кредит в течение 365 дней, вот 12 месяцев. Тогда гражданин вправе обратиться за данные процедуры. А ему ЭЦП нужно, да? Да, ЭЦП нужно идти в СОН, или за консультацией может идти в район, по месту нахождения, в управление госзоходом, налогоправлением. То есть, они разъяснят, все расскажут, включая последствия, какие документы нужны. И идут в СОН, или даже элементарно можно через мобильное приложение ЕСАЛ Казамат, тоже можно подавать. Да, 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 через приложение можно подавать. Потом поступают заявления в органы госдоходов, в течение 15 дней органы госдоходов дают ответ, или приняты, или отказывают. В течение 15 дней. В течение 15 дней, ну, рабочих дней, да? Да, да. Если одобрено, то никаких документов, ничего не надо, банки сами узнают о том, что он банковый. То есть, вы это все рассылаете? Это все электронно на сайте, все видят они все, в том числе кредиторы, и должник сам, и полномочные органы, они все видят это на сайте. А вот реабилитация, восстановление платежеспособности, здесь что-то отдельное нужно, или... Там, конечно, один из важных самых причин, это, как сказать, наличие факторов способствующих для достижения цели. То есть, у тебя должна быть хорошая зарплата, активы, которые не превышающие задолженность. То есть, задолженность не должна превышать стоимость активов твоих. И этот судебный порядок доказывается и применяется. Друзья, я напомню, это прямой эфир, телефон в студии 341564, также вы можете написать нам на WhatsApp 8708 329 76 86, номер видели на экране. Если есть какие-то вопросы, постараемся разъяснить, ну, имеется в виду по процедурам банкротства и прочее, прочее. Я, насколько знаю, сейчас даже уделяется настолько много особое внимание вот этой процедуре, что создается отдельное управление даже, да? Да, вот на стадии. Можно пару слов об этом рассказать? Ну, пока у нас полноценно мы пока не владеем, вот на стадии. Ну, факт, что будет, да? Уже будет. То есть, прям отдельная структура, да, получается? Ну, как отдельное управление будет банкротство, и там будет относиться банкротство юрдичных лиц, инвесторопредпринимателей и физических лиц. Отдельное управление будет. То есть, уже настал период, когда это нужно стало. Ну, да. Вот с момента вступления в силу закона и с момента вступления в силу, так скажем, этой программы, это вот с 3 марта, да, активно ли жители пользуются? Много ли у нас случаев? Ну, давайте немножко о цифрах тогда. С момента старта данной процедуры, вот с 3 марта, да, от жителей нашей области поступило свыше, так, 2157 заявлений на сегодня. Вот полгода, да, вот эти? Поступило, да, поступило. Из них по 544 заявления принято, одобрено, из них на сегодняшний день 200 человек завершены, то есть признаны банкротом, на общую сумму сущей 230 миллионов тенге, подлежащие, которые специально. Вот, а по 1590 заявлений на сегодняшний день отказано, это одна из важных причин отказа, это несоответствие имущества, там, менее 12 месяцев просрочек, это несоответствие, это подлежит отказу уже. И на сегодняшний день на рассмотре находятся 22 заявления, которые рассматриваются. И статистику, если так смотреть, у нас самые, как сказать, 52% оказывается у нас женщин, женские полонаселения, нас обратили за данные услуги. И 13% это у нас, которые сущие 5 лет, 9% это АЭС-пышники, получатели адреса социальной помощи. И касательно возрастной категории, это у нас пик 50%, это возрастная категория от 37 до 58 лет. Это половина. Ну, то есть это средний такой возраст, да, получается. А скажите, можно ли систему как-то вот обмануть, то есть, ну, я вот сейчас вот пытаюсь найти лазейки, да, почему именно женщины, ну, получатели адреса социальной помощи, понятно, что это люди из социально уязвимых слоев населения. Ну, вот, например, если на супругу набрать кредитов, там, например, а потом, чтобы она просрочила, да, и потом как-то взять на себя уже кредиты отдельно. Такое вообще возможно или здесь четко все прописано, будет мониториться, будут проверки проводиться? Это все мониторится, это все смотрится, потому что, когда преподавательное банкротство подаете, там есть галочка, то есть, я состою в браке. Вы указываете галочку и указываете ин, супруг или супруги, а потом туда приходит супруг, то есть, вот так и так ваша жена или ваш супруг подает на банкротство, согласны ли вы. Если вы согласны, там, нажмите один, да, вот так вот, через согласие. Интересно. Это не так, как взять кредит, да? Здесь человеческий фактор совсем отсутствует, это все автоматизировано, это все электронно. Человеческий фактор состоит в том, что консультации это выдаем, и все, консультурно. Ну, я так понимаю, если это судебное, да, разбирается там все дело. Но в несудебном банкротстве тоже мы консультурим, что человек, прежде чем подавать на банкротство, мы пытаемся разъяснить последствия, что... Нет, я имею в виду, что человеческий фактор решения уже принимает судья, да? А, ну, это судебно. А это все... То, что судебный порядок принимается, это в первую очередь должно уже сторонами доказываться, потом только принимается решение, фиксируется. А в данном случае в несудебном банке это все электронно, то есть там все государственные полномышленные органы, регистрирующие имущество, в том числе даже больницы, вот это, как сказать, гражданские состояния, акты, ЗАГС, все там, и банки все там тоже. Вернемся к тем, кто вот оформил уже процедуру, в большинство случаев женщины, а вот сельские или городские, тут есть какие-то такие показатели? Ну, основной у нас, конечно, город семьи. Главный, да? Да, главный. Услуга получателей, все понятно. Ну и какая-то разъяснительная работа среди населения, я так понимаю, проводится, да? Проводится, постоянно проводится, постоянно ежеквартал, не ежемесячно, еженедельно, вы сами, наверное, видели, когда в начале года закон, как приняли мы все на всех площадках. Ну, впервые у нас сразу же, да, выступили. Мы все на всех площадках кричали, объясняли, пытались максимум разъяснить население, первые годы лет. В первую очередь начинали с последствий, что это мы хотели достучиться, что данная услуга не от хорошей жизни подается. Там есть свои последствия завтра, чтобы поторопиться, поспешить, вывод сделать, обанкротиться, потом приходится момент, когда еще раз обратиться в банк за займом. Тогда уже... Пять лет уже, извините, все, и то не факт. Банк может сам улучшать. Это то, что законно так указано. Вопрос от телезрительницы. Ну, здесь, наверное, по банкротству юридических лиц больше. Магазины продуктовые, хостовары могут считаться банкротом или только крупные торговые дома? Тут процедуры банкротства не делятся на виденном, магазины, там, как хостовары. Тут четко, если вы ИП, если вы... Неважно, магазин или СТО. Да, да, да. Если вы, то, неважно, чем вы занимаетесь, нет таких карательных. Если у вас задолженность есть, и вы считаете, что вы неподвижеспособны, вы можете обратиться в суд и судебный порядок. Это корпоративное банкротство. То есть, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Нет такого принципа, что... Неважно, что вы, главное, это уже корпоративные, юридические лица, которые, то есть, да, можно объявить себя банкротом, обратившись за разъяснениями сначала в наш департамент. В первую очередь, самое главное, в отношении должников со стороны кредиторов должны быть приняты все меры, потом только. Ну, то есть, оповещение, задолженность там длительная, довольно-таки, да, и так далее? Да, да, судебные акты, взыскания, все, 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 все процедуры должны пройти потом только. А вот, кстати, в отношении бизнеса, там тоже настолько все строго, в течение пяти лет кредит не может получить или там все-таки по-другому все? Если банкрот, она сразу девять месяцев дается, по истечении девяти месяцев, там, если признак предназначения вложенного банкротства, если не выявится, она подлежит ликвидации, задолженность в описании. Ну, то есть, все, что имущество, вот это все, которое, допустим, у... Если имущество есть, оно реализуется за счет погашения кредиторов, задолженности в пользу кредиторов. Вот, в отличие от банкротства частных лиц, да, там ничего не реализуется? Там даже единственное, если жилье есть, тоже не реализуется. Ну, я так понимаю, что долги, задолженности здесь, любые кредиты, да, и так же, как ипотека, и там автокредиты, потому что бывали такие случаи, что человек купил машину, машины-то у него уже нет, он либо продал, либо разбил, либо что-то случилось, а кредит он еще за нее выплачивает там на протяжении трех-четырех лет. Машина-то по-любому за гражданином числится, но при проведении автоматического скоринга, оно по-любому выявится, что есть имущество, и оно подлежит отказу. Если даже ипотечный кредит, оно тоже, оно подлежит, как сказать, если у вас особый случай, ипотечный кредит, вам тогда желательно обратиться за восстановлением платежной способности или судением банкротства, потому что банк вправе обратно взимать эту квартиру. Ну да, то есть если она в залоге, то… Во избежении лучше процедуре восстановления платежной способности воспользоваться. А можно подробнее вот об этой процедуре, кто ей может воспользоваться? Мы так вскользь упомянули, восстановление платежной… Это реабилитация. Вот у вас же и называется реабилитация и банкротство, да, то есть конкретно этим и занимаетесь. Ну давайте простой пример, вот человек точно так же, да, не платит уже в течение года, или там другие градации? Там тоже в течение года. Ну то же самое, да, вот в течение года задолженности… Те, которые к банкротству относятся, вот этот критерий тоже туда же относятся. А чем отличается от банкротства? Отличие, вот, статус банкротный происходит, я повторяю еще раз, и последствия нераспространения. А почему тогда все подают на банкротство вместо того, чтобы восстановление платежной способности? Там что-то другое, да, какие-то? Потому что актив должен быть. А, то есть… Не судим банкротства, это чисто, если у вас ничего нету, ни имущества, ни машины, ничего, тогда не судим банкротства. А чтобы на процедуру восстановления платежной способности обратиться, у вас должны быть активы. То есть, либо квартира, либо машина, либо… Да. То есть, тогда вы можете обратиться и там какую-то отсрочку предоставят вам… Это в судебном порядке тоже будет рассматриваться, это согласование кредиторами, так скажем же. Ну, мне кажется, здесь проще обратиться в банк, потому что я слышал, что банки часто идут навстречу, и вот именно с рассрочкой платежей, там, как-то они дают какие-то каникулы. Ну, это право банка. По крайней мере, я такое слышал неоднократно, что особенно вот в период пандемии, там, было такое, что вот даже бизнес, который вот подвергался закрытию из-за карантина, банки шли на то, чтобы предоставить какие-то каникулы, там, на полгода, на год, чтобы потом человек мог оплатить то, что он должен, то есть проценты и основной долг. Мне кажется, это выгоднее даже банку будет, чем вот это все реализовывать, потом, допустим, ту же самую квартиру. Требует время тоже, да? Да, естественно, тем более, что брал человек живые деньги, соответственно, должен их вернуть с процентами. Живыми деньгами? Да, с процентами, я имею в виду, нежели там квартиру эту потом реализовывать. Естественно, не по той цене, не по рыночной, она будет ниже стоить, потому что она уже как бы, банк ее оценил более низко, чем она на рынке стоит при оценке, если даже в залоге она находится. Ну, это в зависимости от ситуации, ну, у каждого гражданина разные ситуации бывают. Ну, то есть банкротство – это не разовая акция, стоит напомнить нашим телезрителям, это все-таки процедура серьезная, бесконечная она, влечет за собой последствия. Это невозможность в течение пяти лет оформить какой-либо кредит, а то и больше, потому что это только по госпрограмме пять лет дается. А банк может решить и на более поздний срок, раз вас объявили банкротом, неважно, восстановили вы, вы же те деньги не вернули, которые вы набрали до этого. Соответственно, могут возникнуть вопросы, а почему, зачем мы тогда будем давать вам кредит еще раз, вы можете точно так же набрать и потом еще раз объявить себя банкротом. И могут отказать, скорее всего, в кредите. Ну, и мониторинг постоянный, то есть если вы объявили себя банкротом, и потом у вас откуда-то машина появилась, или там квартира, или телефон дорогущий какой-то, то, естественно... Регистрирующие имущества. Да, то есть то, что подлежит регистрации. Значит, телефоны можно покупать, расслабьтесь, все нормально. Ну, что, покупать тоже кредиты иногда приходится? Ну, да, вот многие. У нас в основном-то кредиты на что берут? Ребенок приходит, папа, у меня там в классе новый айфон купили, срочно нужен. И идут люди по 600, по 500 тысяч кредит берут, покупают дочке новый айфон, например. Ну, были, наверное, свидетели, в магазине стоят, папа, мама, ребенок, и вот, держи, это тебе там на день рождения. То есть, ну, вот кредиты – это такая ниточка, которая выручает вот именно в таких потребительских нуждах. Очень часто бывает такое, что вот если раньше, например, у тебя какая-то бытовая техника выходит из строя, тебе приходилось копить, искать, а до этого пользоваться комиссионками, да, там, брать в аренду и так далее, в советское время. Сейчас ты можешь просто пойти взять в рассрочку ту же стиральную машинку, там, неважно, за 250, за 260 тысяч в течение... Главное, рассрочку. Года-двух, да, ты можешь его опортировать. Прочем наличие, когда есть возможность рассрочку. Да, вот это вот удобно очень. То есть магазин, часто очень говорят, магазин сам предоставляет вам рассрочку, без банка, допустим. То есть это наш магазин, мы вот вам даем такую возможность. Иногда в магазинах есть банки, которые дают либо в кредит, либо в... Ну, по-моему, сейчас вот эти бытовые товары никто в кредиты не берет. В основном все это рассрочку рассматривают, как правило, да, по-моему. Ну что ж, друзья, вот по банкротству вот такие вещи. Ну, я думаю, что пройдет немного времени, люди маленько освоятся с этим. Хотя, действительно, наверное, это, ну, очень хорошая помощь тем людям, которые вот сейчас находятся в такой тяжелом состоянии, именно вот финансовом, когда действительно у тебя там много кредитов, их нужно оплачивать, работы нет, например. Бывает, что человек лишился работы и уже в течение года не платит, там перебивается... Времени трудностей заработков, да. И это дает возможность человеку вздохнуть хотя бы с облегчением какое-то время, устроиться на постоянную работу, привести жизнь в порядок, финансовое свое состояние в порядок. И потом уже там в течение, ну, вот пять лет дается на то, чтобы, да, вот восстановиться. Ну, к сожалению... Реабилитировщая обстановка это все. Да, и потом уже... Надо ее ставить в оконцовке. ...продолжить полноценной жизнью жить с возможностью брать дальше кредиты и так далее. Можно немножечко рассказать вообще о деятельности вашего отдела, чем вы занимаетесь, помимо вот реабилитации и банкротства? Это только ваш профиль, да, получается? Да, только наше узкое направление, вот, получается, я еще раз повторюсь, помимо банкротства в физических лиц, есть еще и корпоративное банкротство, где юридические лица и индивидуальные предприниматели, да, банкротятся. И, а также там банкротство и процедуры реабилитации есть тоже в отношении... Ну, там по-своему, да, немножко? Тоже в судебном порядке это рассматривается. И наши функциональные обязанности заключаются в том, что мы вот, как и полномочный орган, считаемся... То есть реализация всех вот этих программ ложится на вас? Да, да. Как охранник законов, да, закон о реабилитации банкротства мы все контролируем, в том числе деятельности за временем администраторами, банкротным управляющими, реабилитационным управляющими. А, мониторинг тоже вы проводите? Да, да, да. Да, да, да. Введем рейсы, требуем кредиторов и, как сказать, выявление фактов преднамерно ложного банкротства, уклонения. Это все, мы проверяем это все. То есть все, по сути, все вот эти вот документы, которые подают на банкротство, они через вас проходят? Ну, через ваш отдел, по идее. Да, да, да. Мы как и полномочный орган считаемся. Ну, если сказать о создании нового управления, это, получается, будет отдельная структура или она будет введение... Внутри налогового... Внутри налогового... Внутри налогового будет отдельное управление. То есть сейчас вы как отдел областного управления, но будет отдельное управление... Отдельное будет управление областного значения, ну, внутри департамента государственного дохода также. И также по городу будет отдел, который будет работать? Ну, это пока вопрос времени. И сроки к какому периоду планируется это? Ну, я так понимаю, это не зря, да, создается? Значит, спрос есть, значит, нужно расширяться, набирать штат и работать уже с... Просто если создается управление, то это как бы будет работать по всей области, соответственно, и, я так понимаю, охвачены будут и районы, да, нашего региона большого. Сейчас вы с районами не работаете или точно так? С районами работаем. У нас жители, которые в районах живут, на населенных пунктах, они вместе в управление обращаются. А, там, в место. Вот этот 15-дневный срок, который, это районные управления принимают решение. А они на районные управления признали банкротом, они переходят к нам в областную. Мы уже проводим финансовый мониторинг, проверяем, полгода проведем процедуру. Потом через полгода мы принимаем соответствующие решения. То есть, или отказываем, или, как сказать, либо прекращаем процедуру, либо завершаем, то есть признаем банкротом. Ну, длительный срок, довольно-таки. Полгода, ну, 6 месяцев, получается. Это два этапа финансового мониторинга будет, два раза проверяется. Это все электронно. Человеческого фактора тут нету. Это все электронно, скоринга, и проверяется. И результат скоринга, там же на базе коллдау, тазалау, программа называется, там сразу вводит результат проверки. Вот мы уже второй раз в программе, вы озвучили то, что человеческий фактор отсутствует. А вообще, как ваше управление, ну, и в целом департамент представлен в цифровой среде? То есть, сейчас много ли государственных услуг оказываются посредством интернета, порталов и так далее? Много, много, довольно много. Даже элементарно, я говорю, заявление на банкротство через мобильное приложение, есть целая разума, то есть, что, если вы заявили с этого телефона, подали на банкротство, то можно удобно. Потому что не надо ходить в управление, там, бумажки писать и так далее. Это все электронно. Вот, я как выше отметил, данные вне судебного банкротства тоже ведется скоринговый, там, в автоматическом режиме, проводится проверка, сверка с другими полномережными органами. Это все электронно тоже для, и специально для проведения процедуры вне судебного банкротства, оно предназначено для созданной программы. На самом деле, да, в цифровом сообществе, когда представлены, намного это ускоряет процесс. Вот помните, у меня буквально прошлая программа была, мы с врачом-онкологом разговаривали, и вне программы была беседа, и вот он говорит, насколько удобно все-таки электронный оборот, документы оборот. Вот, если раньше мы ходили с карточками от одного врача, у каждого врача заводили свою карточку, сейчас единая карточка на человека, она находится в цифровом пространстве, в облачном сервисе, да, человек приходит, и врач узкой специальности, он может посмотреть всю историю болезни, которая была у него, каким врачам он ходил, какие анализы он сдавал, вот это вот бумажки таскать не надо, вдруг ты их потеряешь. Ну, с тобой аналогично, вот эта программа-то азарту. То есть, получается, да, там туда могут зайти тоже, так же, те же кредиторы банка, микрофинансовые организации, они могут, вот, например, мы признали банкротом, там есть список, кого признали банкротом, и может увидеть любой гражданин, любой банк, любой кредитор. Зашли, посмотрели, если его гражданин находится, да, например, есть портфель у каждого банка, да, сколько это за должность, если тот человек, который признан банкротом, и имеется в вашем портфеле долговом, вы уже, значит, выйти, знаете, как кредитор, что данный человек банкротом и подлежит списанию. Можно не ждать, да? Да, подлежит списанию. Для этого признанно, что база, та злова называется. А вообще сама процедура, вот, насколько я знаю, сначала, ну, то есть, вот, такого настырного, да, рьяного от банков, да, я вот не наблюдаю, то есть, просрочка, там, один-два месяца, потом начинают звонить, беспокоиться о тебе, ну, вот, у меня просто знакомый, записал меня там в качестве, хотя я уже сто лет его не видел, и мне начинают звонить, а вот такой-то, такой-то, вы его знаете, говорю, ну, как бы, да, знаю, а говно видели, ну, года два уже не видел, ну, вот он вас записал, как этим, как третий лицом, да, лицом, я говорю, ну, спасибо огромное, и мне вот на протяжении, например, месяца практически каждый день звонили, говорю, слушайте, ну, вы мне-то зачем звоните, ну, вот, пока вот мы не найдем, будем звонить. Ну, это тоже, получается, считается, как меры. Ну, я потом просто начал все эти номера в черный список вносить, и потом перестали, ну, может, они ему перестали звонить, я не знаю, ну, то есть, вот эти звонки, потом, я так понял, звонили уже судебные исполнители, то есть, там, это все передается дальше, да, коллекторы, судебные исполнители, когда уже дело доходит до, что возврата нет уже на протяжении, там, длительного срока, да, тогда уже дело доходит и до суда, как я понимаю, может дойти. Не обязательно. Это раньше было судебно-порядское, сейчас кредитория МИД проводит через Натуральную палату. Обратился к нотариусу, исполнительные листы написали взыскание и все. И уже с этим уже меры со стороны судебных исполнителей идут, аресты, блокируют зарплатную карточку, на выезд запрет идут. Это уже серьезные дела. Я просто недавно смотрел ту же программу. В Российской Федерации эта процедура немножечко раньше началась. Международ-практики есть, да? Не только в России, в Германии, в Америке. Она тоже не так давно. Буквально, наверное, мы отстали на год. Вот где-то в этот период. И очень часто видно по программам, там показывают, как юрист сидит, берет телефон, и там кто-то из коллектора звонит. Или кто-то говорит, гражданин такой-то, объявлен банкротом. Начинает ему объяснять. Тот начинает на нее наезжать откровенно. Она говорит, я вам еще раз повторяю. Согласно такому-то закону, объявлен банкротом, все его долги списаны, вы можете не звонить. Он вам ничего не отдаст и не обязан отдавать. То есть, ну вот прям, у нас такие, так так, банки сами уже видят? Или все-таки нужно до них доносить, что... Банки сами видят. Вот, азартная программа есть, в которой вы, вот, там туда есть доступ у любого гражданина. Так же, как мы заходим, как у полноморожного проверяющего органа, так же банки могут заходить, посмотреть своих должников, искать там. Ну и, соответственно, если он там числится, то его можно убирать, да? Вот и внутренний банк. Из-за обзвона вот этого. Да, ну, просто сложно, наверное, решать сейчас, как ему разума, алгоритм, соответственно, еще и будет скоро, в ближайшее время. Ну, банки, они как бы более мобильны, нежели, там, допустим, у них действия принимаются гораздо быстрее, чем, допустим, на уровне государственном, да? Там все-таки их скорость зависит от... от их скорости зависит их доход. Вот, поэтому им надо быстро адаптироваться к этому миру, иначе они просто не выживут. Ну и возвращаясь к теме, вот, о цифровизации, я знаю, что сейчас очень активно многие департаменты управления представлены в интернете, то есть есть свои странички в различных социальных сетях, мессенджерах, рассылки и прочее, прочее. Вот, департамент государственных доходов, например, очень активно ведет работу. У вас он общий или каждый отдел ведет какую-то свою работу? Не, общий у нас. Общий. Не на Фейсбуке, не на Инстаграме, везде в департаментах официальный сайт есть. Может, мы постоянно туда вкладываем, обновляемся, разъяснение введем, информацию. Любой интересующий вопрос может туда посмотреть, сойти. Прямые эфиры иногда тоже постоянно, не иногда, а даже постоянно сновы по различным вопросам, по разным направлениям прямые эфиры там проводятся, разъясняются. Ну, я так понимаю, в основном, конечно, это полезно бизнесменам и предпринимателям, то есть тем, основным налогоплательщикам, которые, да, именно работают в сфере налогов, которые работают в сфере торговли, строительства и так далее. Они налоги платят, им это нужно, да, какие там есть возможности, льготы или там наоборот. Вот, в принципе, простому гражданину, у которого два налога, и то он сейчас слит в один, ну, там, на транспорт и на имущество и там землю, да, но вот, которые, в принципе, мы больше налогов как таковых не платим, все платится за нас. На работе, да, с нас вот снимают там подоходный налог и так далее. Ну, для этих целей пропаганда у нас постоянно ведется, разъяснение, постоянно проводим. Вот, что, кстати, интересно в Соединенных Штатах Америки, я знаю, что есть штаты, где с каждой покупки ты должен оплачивать налог. Вот, есть штаты, где ты не платишь налоги, ну, то есть они уже включены, вот как у нас, допустим, в чек, да, то есть ты там плюс НДС там и так далее. А есть такие, где ты вот какую-то вещь купил, и ты должен с нее сам оплатить налог. Зачем? Как-то так вот. Ну, мы-то, наши функциональные... У нас автоматизировано все, да. Внутри Казахстана, в Казахстанской республике мы только можем правовую оценку дать на деятельность налоговых органов. Ну, это сложнее, да, намного, мне кажется? Конечно, сложнее. Я так боюсь, что сейчас вот с декларированием-то не все, наверное, да, еще подали? Да, все декларирование, кстати, тоже запускается скоро. Вот, при проведении финансового мониторинга мы тоже теперь скоро будем смотреть декларацию. С декларацией будем протягивать информацию дальше. Ну, это, с одной стороны, это очень полезно, потому что все, что человек имеет сначала, а потом все, что он заработал за год, там все указано. Если что-то лишнее появляется, уже возникают вопросы, откуда это у вас, собственно, появилось, да? Ну, встречался один добросовестный мужчина буквально летом, подошел, говорит, я хочу, я подал на банкротство, говорит, в отношении меня приняли банкротство, одобрили, сейчас проводятся процедуры. Но я хочу прекратить добровольно. Я спрашиваю, в связи с чем, он говорит, вот мне хотят подарить дом. Мне сейчас дом подарят, и потом, мне невыгодно на банкротство будет. Он пошел, заявление подал, процедуры банкротства прекратили, отказался. И дальше уже дома обратно будет уже, это вот, право кредитор, будут взыскать или между собой там договориться, урегулировать, процедуры проведут сами, и все. Ну, то есть там, в принципе, с банком, как я и говорю, есть возможность договориться. Главное, туда просто обратиться в банк, не убегать от банка. У нас были представители банков, они тоже говорили, что не надо бегать, вы придите, мы всегда войдем в положение. Если у вас уж очень критически финансовое положение, вот мы всегда видим, мы понимаем это. Мы дадим отсрочку, каникулу, там, на месяц, на два, на три, то есть, ну, пеню не будем начислять. Не надо убегать там, не брать телефон. Точно такие же люди работают, нам выгодно от того, что вы платите. Вы лучше потом заплатите, попозже, чем вообще не заплатите, как бы, потом это спишут. Поэтому мы, банки идут навстречу охотно, ну, даже если не охотно, но они идут, они рассматривают эти заявления, эти предложения. Много кто говорил, и сотрудники банков, и представители Департамента государственных доходов, и представители отдела предпринимательства, финансового отдела, они тоже говорили, что банки нужно просто туда прийти. Им нужно написать заявление, что вот прошу предоставить мне там каникулы в связи с тем, что у меня там такая-то жизненная ситуация, что-то случилось. То есть рассматривают там в течение какого-то времени и выносят, очень часто выносят именно положительные заключения, что да, пожалуйста. Потому что, ну, если у человека серьезная проблема, если он действительно до этого всегда оплачивал, а тут вдруг он не может оплатить, он обращается и идут навстречу. Как вы говорите, принцип добросовестности тоже, в первую очередь, в главную роль здесь играет, если гражданин сам, банк, если сам своим ножками пошел, сам обратился, чтобы ему дали каникулы или там рассрочили задолженность, ну, банк, мне кажется, обязаны будут это рассмотреть и положительные. Ну да, и что характерно, они не рассматривают, да, вот именно это. Чем потом списывать, а банк крутить, а все. Спасибо огромное. Я напомню, мы сегодня говорили о бездолговом обществе. Может быть, мы к этому когда-нибудь и придем, но, на мой взгляд, имея вот в ходу рыночную экономику, это просто невозможно. Почему? Потому что все равно рынок подразумевает денежный оборот, а это, соответственно, кредитные отношения. Другое дело, что, может быть, доходы повысятся настолько, что кредиты будет брать выгодно. И удобно, когда что-то нужно приобрести, да, допустим, а это не будет настолько тяжело. Ну, вот менталитет у нас почему-то такой, что мы можем взять там несколько миллионов на свадьбу и потом до конца жизни их отдавать. Еще обанкротиться. Да, еще обанкротиться потом. Вот, увы, ну вот, мне кажется, здесь все-таки сознательность граждан играет руль. Имейте в виду банкротство, это не акция, как вот уже Иркин Иркинович говорил, это вот процедура, к которой нужно подходить серьезно. Потому что вы в течение пяти лет не сможете никакой кредит взять больше вообще. И в течение трех лет за вами будут вести надзор компетентные органы, вот, по органам государственных доходов, которые будут следить, откуда у вас появился вот это имущество, откуда вот это движимое или недвижимое имущество. И в любой момент могут отменить эту процедуру, раз у вас есть средства или там что-то на покупку там чего-то. Поэтому будьте внимательны, обдуманно подходите к этому решению. Все-таки пять лет это не, это большой срок на самом деле. Тем более, зная, что сейчас, в принципе, у нас все либо в рассрочке, либо в кредит живут, по большей части. Поэтому бдительно нужно к этому относиться. Друзья, это была программа «Диалог». У меня в гостях сегодня руководитель отдела реабилитации и банкротства Департамента государственных доходов по области Абай, Иркен Иркенович Сунгад. Сегодня мы беседовали о процедуре банкротства физических лиц, а также реабилитации или восстановления платежеспособности. Затронули много других тем интересных. Вот уже есть результаты, то есть статистика небольшая, за полгода больше двух тысяч подали, но, к сожалению, только двум стам выдали. Одобрили эту процедуру. Ну, признаваемость получается 25%. Это, наверное, и хорошо. Все-таки банкротом объявляться, это довольно-таки грустно на самом деле. Я прощаюсь с вами. Смотрите нас на телеканале «Семей», на сайте www.semey.tv.kz, на нашем официальном YouTube-канале. Увидимся в следующий понедельник с новой темой, с новым гостем. Смотрите нас обязательно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова